Для того, чтобы мы это поняли, для того, чтобы мы знали, что ислам это не человеческая история и божественный замысл, это не наши человеческие замыслы, которые постоянно строятся на безнравственности, Бог нам говорит, ни в коем случае нельзя кого-то заставить быть верующим. А если он верующий, никого нельзя заставить именно вот так веровать, как ты знаешь, как Бог указал. Даже Бог указал. Тут дело не идет о том, что ты как-то представляешь себе что-то и хочешь другого заставить, чтобы он так же веровал. Здесь идет о божественном. Вот Бог тебе открыл истину. Ты знаешь, что Бог вот так определил для тебя путь. Все равно никто не должен силой, никто не должен запугивать, никто не должен принуждение заставлять людей быть верующим. Если верующим, то именно таким верующим. Бог это заповедовал нам. И мы должны всегда это помнить, что там, где истина существует, там, где каждый человек может прийти увидеть, как ему жить надо, там бессмысленно принуждать, там, где принуждение, там либо предполагаешь, что человек ничего не знает, либо предполагает. Либо предполагается, что знает, что знает, не знает, все равно пусть делает, будет хорошо. В том-то дело, что если человек что-то делает, потому что так он вынужден делать, это к нравственности не имеет никакого отношения. Никакого отношения. Ислам это кодекс нравственности. Вот когда-нибудь мы в очень далеком времени с вами специально займемся этим кодексом. Ислам это кодекс нравственности. Больше ничего нет в исламе. Ничего нет. Если человек сумел стать нравственным на основе ислама, то есть приобрести ту нравственность, которая указывается Богом, то все остальное он может делать совершенно свободно, потому что все, что он будет делать, это будет без славы. Если человек не приобрел эту нравственность, если то, что он считает, что он должен делать, не является выражением его нравственности, то все, что он делает, не имеет никакого отношения к исламу. Даже если он что-то сейчас сделал, совпадающего с исламом, потому что завтра он сделает, не совпадающего с исламом, точно так же. Поэтому Бог говорит, что ислам, вера, начинается с того момента, когда человек сам приходит к вере. Не потому что все окружающие верующие, и он считает как-то себя неуютным среди них. Это не вера. Не потому что он считает, что его могут за это, там, лишить зарплаты, там, чего-то, чего-то. Это не вера. Не потому что она выходит замуж, и он сказал, что я не женюсь, если ты не будешь верующим. Это не вера. Это все пустые вещи. Вера должна быть всегда выражением твоей внутренней, твоего свободного волеизлияния, твоего собственного выбора. И вот, чтобы мы это поняли, Бог нам говорит в 256 аяте 2 суры. Нет принуждения в вере. Нет принуждения в вере. Поэтому любой человек, который считает себя мусульманином, а мусульманин – это тот человек, который следует Курану и Харимову. Любой человек, который принуждает, принуждать можно любым способом. Не обязательно просто прийти и его сказать, что я тебя расстреляю. Принуждает тем, что он материально обеспечивает его, если он становится мусульманином, приходит в вере. Это тоже принуждение. Принуждает его, если он ставит его в такие условия, что без этого ему трудно создать нормальную свою жизнь. Это тоже принуждение. Поэтому, когда мы с вами иногда встречаемся с миссионерами разных толков, которые материально соблазняют людей, которые соблазняют каким-то условиям жизни, соблазняют тем, что куда-то их пошлют, там они будут учиться, нормально жить и так далее, и так далее. Это все разновидности принуждений. Значит, если бы ты ему не создал бы эти материальные условия, а что материальные условия? Материальные условия, когда у тебя что-то не хватает. Если ты материально обеспечен, ни один миссионер не сможет тебя абсолютно ни к чему привлечь. Он тебе будет предлагать поехать, и так можешь ехать, когда хочешь. Он тебе предлагает там, например, как я помню, это было в одном из музеев, где мы с вами в свое время лекции читали. Там было написано, что бесплатно прививки, там когда прививки надо было делать. Если он мог платно прививки делать, зачем им бесплатно прививки гоняться? Или там в районах Азербайджана эти делают. Те, которые приходят на эти сборища, они там по 50, по 20 долларов давали каждому. Если, представляете, вы идете американцем, там или там в Швейцарии, которые получили 10 тысяч долларов, и соблазняешь его 20 долларами, чтобы он прибежал. Он тебе даст 20 долларов и скажет, что оставь меня в покое. А здесь, естественно, где за 20 долларов весь район придет туда. В свое время они все собирались и за 20 долларов на партийное собрание. Сейчас они приходят на религиозное сборище. Какая им разница, куда? 20 долларов получают. Вот это все есть один из разновидностей принуждения. Поэтому в исламе ни в коем случае нельзя никакими соблазнами, никакими предпочтительными, там, какими-то платами и так далее, и так далее, привлекать людей в ислам. Если этот человек пришел в ислам, потому что ты его примешь на работу, а если он не примет ислам, его не примешь, значит, ты тем самым обесцениваешь ислам. Это то же самое, что там жених выбирает себе невест, и он говорит о том, что вот он такую жену хочет, которая его любила бы, и говорит, кто меня будет очень любить за меня, захочет выйти замуж, получит там миллион долларов. Это ясно, что тут же полюбит, да, его? Но тем самым ты понять свое понятие чувства любви обесцениваешь, за тысячу долларов тоже полюбит. Поэтому, когда ты в ислам приводишь человека, потому что он на что-то соблазнился, чего-то испугался, вынужден, она вынуждена, потому что он Божий, нет, если не примешь ислам, она тебе не женишь. Естественно, он примет ислам. Но тем самым обесцениваете ислам, ислам становится на один уровень социальными потребностями человека. Есть потребность, ислам появляется. Потребность исчезает, ислам тоже исчезает. Потому что человек, который за тысячу долларов принял ислам, он за две тысячи долларов, что хочет примет еще. Тут же уйдет ислам. Какая ему разница, где больше платья, то я буду принимать. Вот поэтому Бог нам говорит, нет принуждения верить. И даже вы слушаете, почему нет? Уже истинный путь различается от ложного. Вот это самое принципиальное. Истинный путь отличается от ложного. Если ты знаешь, что вот в этом округе люди не знают истину, то ты должен пойти туда и открыть им глаза. То есть миссионерство, суть миссионерства, должна заключаться в исламе, в том, что ты кому-то сообщаешь о том, какова истина. Истину надо сообщать. Не надо говорить, что если бы Бог хотел бы, сам открыл бы глаза. Куран и Харим есть как раз такой аят, где сказано, что почему спрашивают тогда, иноверцы спрашивают, а почему тогда вы проповедуете ислам, если в исламе нет миссионерства такого. Он говорит, что мы выполняем свой долг перед Богом. Каждый человек в исламе должен быть носителем божественного откровения, который запечатлен в книге. Ты из этих книг усваиваешь и выносишь людям. То есть ты становишься как бы читать чтецом Куран и Харима. Каждый человек должен быть чтецом Куран, но не больше этого. Как только больше этого получается, ты, читая Куран и Харима, грозные глаза строишь. Читая Куран и Харима, подмигивающему, показывающему деньги, тем самым Куран и Харима обесценивается. Куран и Харима нельзя принимать из-за того, что ты испугался или из-за того, что ты прельстился. Поэтому Бог говорит, нет принуждения в вере. Именно потому, что уже истина различается от лжи. То есть пророк, есть Куран и Харима. Каждый знает, где истина, вернее, может узнать, если захочет, где истина, где ложь. Зачем принуждать, спрашиваете тогда? Зачем прельщать его? Кому нужен еще один мусульманин лично? Вообще-то стремление побольше собрать количество верующих, это очень дефективное стремление. Вернее, я не так выразился. Собрать побольше количество людей, которые будут считаться верующими. Вот так. Будет считаться верующими. Ты говоришь, что там, например, 10 миллионов мусульман. И этим ты гордишься. Если, идите, 10 миллионов, 5 миллионов, пришли туда, потому что это они вынуждены были, было принуждение, то вся твоя гордость, это пустое просто разговор. Потому что у тебя нет 10 миллионов, у тебя всего 5 миллионов. Но в том-то дело, что если у тебя есть 5 миллионов действительно верующих, это гораздо лучше, гораздо надежнее, чем у тебя 100 миллионов, из которых только 5 миллионов верующих, а остальные 95 не верующих. Потому что, когда ты будешь опираться на них, когда ты будешь ссылаться на них, когда они будут представлять Ислам, то это будет суммарно, это будет позор для Ислама. Это будет оскорбление Бога. Потому что Ислам будут представлять люди, которые действительно в глубине души не являются истинно нравственными людьми. Там, где у человека на душе есть безнравственность, осознанная, одобренная им, не в смысле, это слабость и так далее. Это слабость у всех бывает. Но одобренная, признанная тобою безнравственность, если есть хоть на грамм такая безнравственность, есть у тебя, то как только ты называешь себя мусульманином, ты оскорбляешь Бога. Потому что слово мусульманин означает предаться Богу. Значит, тем самым говорит, что я предался Богу, и Бог одобрил вот эту безнравственность, которая во мне есть. Потому что я предался, и среди моих качеств, одобренных Богом, это моя безнравственность. Это оскорбление Бога. Поэтому никаких принуждений не может быть. К исламу может прийти человек только, только тогда, когда он сам захотел это, сам дозрел. Вот почему Бог говорит, нет принуждения вере. Истинный путь уже различается от ложи. Это касается всех вершин. Всех вершин. Какую бы веру если по понижению приносит, это в любом случае оскорбление веры. Далее, в 50-й суре, 45-м аяте вычитаем. Обращаясь к пророку, говорит, наставляю же Кураном тех, кто страшится моей угрозой. Значит, когда обращаешься к неверующим, то неверующие, они, естественно, это те люди, которые не считают себя обязанным, не считают своим внутренним долгом следовать указанию Бога. Вот для этих людей должно быть угроза не социальная, потому что как только социальная угроза, то здесь выражается социальная нравственность, а это обычное приспособление человечество. А здесь должно быть понимание того, каков космический закон мира. Бог это космический закон, и человек знает, что он сам, не кто-то, как только кто-то это из принуждения, что человек знает, что он сам собственными руками будет себе делать вред. Вот для сравнения, потому что очень часто говорят, что когда боятся угрозы Бога, это тоже принуждение. Вот чтобы вам было ясно, что это глупость, а не логическую вязку, давайте вот такую вещь представим себе. вот человек хочет залезть на окно и там раскачивается. Ему говорят, что как только ты залезешь на окно будешь раскачиваться, тебе значит сразу полицию заберут. Вот здесь социальная угроза и человек залез на окно постоянно смотрит, нет ли полицейского. Если полицейский есть, он значит не залезает на окно. Если полицейского нет, он залезает на окно. Ребенок, которые дома сказали, мать, отец сказали, что если ты зажгешь спички, то мы тебя накажем, смотрит, если родители есть, он естественно не зажигает, родители обязательно зажгут, потому что это было социальное угроза. А сейчас посмотрим, как произойдет, если аналогично тому, что божественная угроза. Если он поймет, что залез на окно и раскачивает, то он оттуда упадет и разобьется, потому что окно очень высоко. ребенок поймет, что когда он зажгет спички, то у него палец обожгется. Вот здесь социальной этой угрозы уже нет. Уже ему не надо смотреть вокруг. Он остается один на один с собой и с мировым законом. Такова природа, такова жизнь, таков мир. Вот когда взрослый от ребенка отвечает именно этим, ребенок для него поведение, которое безопасно поведение, это все время поведение под угрозой наказания матери отца, а взрослый человек это уже не ему не надо угрозу. Он знает, что если зажгет спички будет держать, сгорит у него рука, залезет на окно, подскользнет и упадет, потому что есть закон притяжения, есть разница температуры. Вот так происходит, когда человек начинает понимать, что Бога надо слушаться не потому, что кто-то что-то тебе сделает, это тогда ради него делать, а потому что таков мир, такова природа. Жить можно, если ты хочешь жить, жить можно, так, если ты хочешь избегать страдания, избегать страдания, можно так, если даже никого вокруг не будет, вот как только ты что-то не делаешь, даже если никого нет, значит это твое внутреннее убеждение, ты осознал это, ты стал взрослым, вот неверующие от верующего отличается именно вот этим возрастным уже цензо, неверующие они находятся в том младенческом состоянии, которое пока его не отшлепают, он ничего не поймет, они слушаются закону, они подчиняются власти и все что они делают нравственно это они делают только потому что их принудили к этому верующие это те которые выросли над этим состоянием и они поняли что есть вещи которые надо делать не потому что за это тебя могут наказать люди а потому что такова природа в которой я родился таков мир в котором я живу и когда человек это понимает тогда для него это становится внутренним стремлением и вот Бог об этом говорит что наставляй же Кураном тех кто страшится моей угрозы мы мы лучше знаем что они говорят и тебе не надо принуждать их к вере ты объясняй им что такое мир каков мир каков космос но не принуждай к вере он должен сам понять что без принуждения надо это принимать мусульмански ни ни одну группу людей нельзя делать мусульман тогда мы действительно идем по пути ислам и вот эта мысль развивается в других аятах другими словами вот послушайте что говорит нам Бог в 43 суре 40 аяте это по поводу стремления людей мусульман приводить других к веру это кстати это такое нормальное стремление когда ты видишь что если ты принял какое-то там лекарство какая-то болезнь прошла у тебя или что-то сделал какая-то беда пронесла то ты своим близким людям своим даже не близким а просто людям которым ты желаешь хорошего ты стараешься внушить им это то же самое чтобы им тоже было хорошо естественно что мусульмане во время пророка они хотели чтобы окружающим было хорошо естественно что пророку хотелось чтобы остальные люди тоже были верующими но не пророк тогда не люди еще не понимали того что Бог потом им открыл глаза а Бог им открыл глаза что не принуждай их потому что это ничего не даст он только будет делать вид ты не сможешь никогда привести веру человека который сам не пришел к вере который сам не пришел к вере что никого никого нельзя уговорить следовать по пути Бога никого нельзя убедить следовать по пути Бога если если он для этого не созрел если он сам не раскрылся для того чтобы услышать для того чтобы услышать слова веры для того чтобы услышать Гуран и Херен обязательно должен открыться слух слух на это точно даже для того чтобы например ты хорошо брал взятки и всякие подлости делал у тебя должен быть слух открыться на то где как можно эти подлости делать иначе ты никогда не поймешь никогда не научишь это делать вот точно так же для того чтобы ты божественное слово услышал у тебя слух должен открыться для того чтобы ты увидел что происходит вокруг у тебя должны глаза открыться для того чтобы ты мог прожить как действительно верующий человек ты должен быть живым для этого живым для этого когда человек для чего чего-то абсолютно закрыт он фактически мертвый что такое мертвый человек мертвый человек который не воспринимает не открыт для того для чего открыты все остальные люди тогда мы говорим о мертвый человек вот когда для чего-то кто-то не открыт для этого он мертв и вот Коран и Херем Бог нам говорит разве обращается пророк разве ты сможешь заставить кулучих слышать или вести прямым путем слепых и тех кто в явном заплуждении 43-40 аят слепых невозможно слепым показать вот здесь указать прямой путь слепым невозможно указать слепым для того чтобы путь видел ты должен видеть способен видеть это если ты в жизни видишь только то что тебя прельщает а тебя прельщает только когда человек там где-то закрабастил сумму денег где-то что-то сделал где-то дорвался дохода власти вот это видишь разве это человек видит как живут положим люди интеллигентные люди там науки люди веры как живут он конечно не увидит потому что его не интересует это совершенно пройдут пять человек все они одеты определенным образом один только одет так как сразу одевается первый секретарь райком вот они идут кстати первый всегда райком я всегда летом в костюме ходил вот они все идут и если ты все время думаешь о том что как пролезть в этот райком и стать тоже хотя бы вторым секретарем ты во все эти толпы будешь только его и остальное просто ты не увидишь вот поэтому если человек стремится только к тому чтобы устроить свою жизнь любыми средствами что бы ни делая окружающим от которого страдает окружающий лишь подобиться то он никогда не будет видеть путь тех которые к этому не идут он будет видеть только путь тех которые к этому идут и он будет изучать их слышать только о них вот поэтому Бог говорит что ты не сможешь показать истинный путь слепым потому что он слеп что такое слепой слепой когда ему что-то показываешь что бы ни показывал он не видит поэтому когда ты что-то показываешь он не видит Продолжение следует...